Пойдем, 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 пойдем. Настоящие звезды, которые совсем недавно купались в овациях восхищенной публики, сменили прописку. В Самару привезли четырех оленей моралов. Эти милые животные выступали в бродячем цирке. Они дали прощальные гастроли в курортном Сочи, после этого их дрессировщики вышли на пенсию и передали своих подопечных в заботливые руки сотрудников Самарского зоопарка. Сейчас животные находятся в вольере, но уже совсем скоро их перевезут в питомник Кенельского района. Ожидается, что там олени дадут потомство, создадут полноценное стадо, но для этого необходимо создать благоприятные условия. Для любого животного условия для размножения должны быть простыми. Должны быть подходящие корма и не должно быть много стресса. То есть я думаю, что все получится. Там есть лесок у нас и территория, где они смогут пастись, кушать. Несмотря на свою миловидность, олени моралы очень тяжело поддаются дрессировке. У животных, вес которых может достигать 400 килограммов, непростой характер. Они живут небольшими стаями. Как правило, семью возглавляет самец. Он во главе гарема находится до 11 лет и уже потом уступает место более молодому и сильному самцу. Сами животные очень осторожные. При виде человека они стараются скрыться. При виде нашей съемочной группы глава семейства Надым не стушевался и спокойно брал угощение из рук зоологов. Жители и гости Самары смогут увидеть строптивых животных минимум через два месяца. По словам зоологов, этого времени должно быть достаточно для того, чтобы питомцы освоились на новом месте. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Константин Головко, Константин Головко. Продолжение следует...